Всем привет, друзья! С вами PixelDevil и программа Почтовый Четверг. Сегодня у меня куча писем, посылок почти не будет. Я думаю, пока не закончится история с обменом карточками, это будет вполне нормально. Так что мы начинаем. Первое письмо от Дорохова Денисы из Самулина, Нижелеродская область. И куча карточек, никакого письма нет. Спасибо тебе огромное. В коллекцию мне, надеюсь, что-нибудь тут есть, чего у меня еще нет. У меня совсем немного карточек осталось. Вы знаете, я взял следующее письмо, оно тоже было от Дорохова Дениса. И следующее, оно тоже было от Дорохова Дениса. И следующее, оно тоже от него же. Четыре письма мне прислал. Первое, точнее уже второе я открыл. Там тоже карточки, тоже нет письма. Спасибо. Смотрим третье письмо. И вот в третьем письме уже есть и карточки, и что-то написано. Сейчас будем читать. Привет, Николай. Снова пишу я в этом письме серебристые карточки, которых у тебя, наверное, нет. Серебристые карточки у меня, к сожалению или к счастью, все уже давно есть. А еще Денис вспоминает, что на одном из стримов я говорил, что хочу делать то, что никто из ютюберов не делает. И он говорит, у тебя получилось, ты единственный из русских блогеров, кто делает обзоры на Лего каждую неделю. На самом деле я более глобально мыслю в плане самих видео. И обзоры на Лего почти никто не делал, когда я начал это делать. И программы про историю игр, такие как GameShelf и InsertCoin. В целом таких программ и аналогов им в русском ютюбе просто не было, когда я начинал это делать. Но с Пашей Киномановым мы почти одновременно это сделали. И в четвертом письме Денис пишет, что извини, я забыл указать адрес для карточек. Адрес на конверте. Адрес? Твой адрес же есть на всех четырех конвертах. Он везде одинаковый. Я на самом деле не понял, и в конце ты написал извини за столько писем. В общем, я ничего не понял, за карточки спасибо. Если будет чего-то, чего у меня еще нет, то обязательно тебе отправлю в ответ то, что ты просил. Следующее письмо от Надежды из Архангельска. Какое-то тоже немногословное, ничего в письме нет, в смысле самого письма нет, ничего не написано. Но есть офигительные вот такие открыточки, значит. Это открыточка с черепахами, клевая. Эта открыточка, не знаю, может быть с городом как раз-таки Архангельск. Непонятно. Вот эти две открытки тоже мне непонятны. Они одновременно смотрятся как какое-то профессиональное искусство и как то, что нарисовал маленький ребенок. Выглядят великолепно. Вот такие вот клевые открытки. Спасибо огромное, мне очень понравилось. Я обычно такие использую как закладки в книжках комиксов. Вот эти очень тематичные мне как раз подойдут. Вы знаете, я ошибся. Когда я перевернул-то, я уже увидел, что на одной из открыток все-таки есть послание. Потому что я смотрел остальные, а эту как раз сзади и не посмотрел. Привет, Pixel Devil. Меня зовут Надежда. Я из Архангельска. Мне 29 лет. И я работаю в техническом отделе одного техникума. Твой канал мне подкинул в мае YouTube. Я посмотрела все выпуски почтового четверга. Потом погуляла по другим видео. Как оказалось, не подписалась. Но разве это важно, если я все равно смотрю? Да, в принципе, не так уж и важно. Конечно, цифра с подписчиками, она довольно приятная. Но если смотришь, то здорово. Мне очень приятно. Я не думала, что соберусь хоть когда-то написать, но недавно мне в руки попали два набора открыток по мультикам и по супергероям. Среди моих друзей нет поклонников черепашек и спайдермена. И тут я вспомнил о тебе, и они летят к тебе. Надеюсь, придутся по душе. Да, мне очень понравились. Очень. Вот, не знаю, все три крутые. Все три, правда. Желаю море подписчиков, новых и столько же сил и вдохновения создавать новые видео. Надя, спасибо, очень приятно. Саратовская область, ПГТ Татищева от Ильи. Привет, меня зовут Илья, мне 20 лет, я не так давно начал смотреть твой канал. И начал я, как ни странно, с почтового четверга. На самом деле, мне удивительно, почему люди могут вообще найти эту программу на Ютюбе отдельно от всего. Ты в своем недавнем видео просил прислать тебе карточки с указанными номерами. Я не коллекционер, но у меня, к счастью, оказалась недостающая тебе карточка под номером 189. Вот такая вот офигенная, блестящая, Эйприл. Самая, наверное, красивая карточка. Наверное. Крутая. И самая редкая, так как с числа того, что тебе прислали, ты не нашел ее там. Я так решил. Хочется у тебя кое-что спросить. Сколько тебе лет? Мне уже 28 лет. С какого возраста ты всем этим занимаешься? Ну, снимаю видео. Я где-то уже четвертый год, наверное, лет с 24. А коллекционирую приставки, по-моему, с 21. Ну и как бы вот начал коллекционировать приставки. Начал снимать видео. Потом увлекся Лего. И как-то вот так вот. И до какого возраста, по твоему мнению, ты будешь этим заниматься? Вот ты не указываешь, чем конкретно. Если видео на Ютьюбе, то надеюсь, что буду заниматься до старости. Потому что мне это нравится. Снимать видео, видеопроизводство. Даже если я сам уже не буду сниматься видео. Я все равно буду заниматься производством видео. Это круто. Это интересно. Вот, наверное, и все. Много всяких интересных каналов есть на Ютьюбе. Но твой канал пропитан какой-то домашней, что ли, атмосферой. Вот как будто ты сидишь в моей комнате. Очень круто. Это здорово. Мне часто удается создать такое впечатление зрителю. И я горжусь собой после твоего письма. Хочется надеяться, что я первый прислал тебе эту карточку. Так как она единственная у меня. Да ладно, серьезно? Круто. Надеюсь, на самом деле, что ты первый. Потому что я вот не могу вспомнить такой клевой карточки. Также хочу пожелать тебе хорошего настроения, счастья и долгого процветания каналов Илья. Клевое письмо. Пишет мне Марк Бычков из Ленинградской области. Город Всеволожек, видимо. Пишу первый раз, смотрю тебя ровно один год. Меня зовут Марк. Я из города Санкт-Петербург. Хочу сказать, что ты, точнее бы не ты, то я не собирал бы Лего Марвел. Вот тебе картина. И я хотел попросить. Продай мне, пожалуйста, одного Человека-паука из Лего. Спасибо. Вот такая картина с Человеком-пауком. Фигурки не продаю. Сори. Сам коллекционируй Лего. И есть куча мест, где можно купить фигурки. Так что ищи в интернете. Я думаю, у тебя это получится. Следующее письмо от Матвея из Свердловской области. Город Реж. Такой вот город. Я наткнулся на твой канал, когда искал Лего-черепашки-ниндзя. Круто. Это одно из самых просматриваемых видео или вообще циклов на моем канале. У меня есть повторные карточки черепах. Спасибо, кстати, за них огромное. Вопросы. Давно ты увлекаешься Лего? Не помню. Несколько лет уже. Два, три, пять. Три, наверное. Ближе к трем. А еще в письме был вот такой вот рисунок с черепахой. Черепаха в костюме с бабочкой. Пишет мне в Асесуалии, который, видимо, скрывает свое имя и не пишет на конвертах из Воронежа. И присылал мне уже диск по кусочкам, задает вопрос. Ты в одном из выпусков ПЧ говорил, что в выпуск попадают все письма. А что ты делаешь или будешь делать, если к тебе придет письмо с критикой или матами и унижениями? Я не буду читать письмо с матами и унижениями, потому что, ну, это, во-первых, неуважение меня. А если там будет конструктивная критика, то я это буду читать и отвечать на это. Я так всегда делаю. Пишет Мелорионов Глеб из города Екатеринбург и говорит, что у него есть для меня идея. У тебя много фигурок Лего? Может, ты сделаешь фигурки из игры Mortal Kombat? Мне кажется, это слишком сложно. Слишком много уникальных, надо вещей быть для этого. Данил из города Уфа пишет, я пишу печатными буквами, так как мой письменный почерк ты, скорее всего, не поймешь. Но этого мы теперь не узнаем. Хочу пожелать тебе удачи с твоей коллекцией карточек, миллион подписчиков на канале. Спасибо огромное. Помню, в одном из выпусков ты сказал, что было бы круто, если бы тебе прислали комикс на другом языке. Так вот, я прислал тебе комикс на башкирском языке. А еще одну из недостающих тебе карточек, ну и магнитик со своим городом. Вы, наверное, догадываетесь, что в башкирском я ничего не понимаю, но вот так вот, видимо, пишется Уфа на этом языке. И вот такой комикс. Короче, ладно, я не буду это читать, потому что это будет жесть. Но комикс какой-то адовый, и, судя по всему, он про Иисуса. Господи. Комикс про Иисуса на башкирском. Спасибо огромное. Беларусь, город Могилев от Андрея. Пришло мне письмо, сейчас буду читать. Есть такая вот отличная, отличная инсталляция, иллюстрация Пика Рэмбо. Это Рэмбо Пикачу, здесь мистер Муравей. В общем, вы сами все это видите. Андрей сообщает, что ему 27 лет, и он с женой обожает все мои передачи. Я считаю, что за такими видеоблогерами, как ты, будущее. Подача материала у тебя лучше. Спасибо огромное, очень приятно слышать. И мне иногда становится обидно, что далеко не все раскрученные видеоблогеры, которые так или иначе позиционируют себя геймерами, знают тебя. Вот, например, Витфест 2015. Я смотрел видео, снятое Андреем Нефедовым, и заметил, что в зале он сел прямо рядом с тобой и даже не поздоровался. Зато, я вообще думаю, что Андрей Нефедов со многими не здоровается. Зато в кадре то и дело мелькали люди, которых лично я видел впервые. Обидно как-то, но ты самодостаточен, и я уверен, рано или поздно весь мир узнает о тебе. Но весь мир вряд ли, но, может быть, побольше подписчиков будет. В школьные годы я, как и многие другие, увлекался покемонами, поэтому я высылаю тебе маленький кусочек своей коллекции рарной фишки и фантики по покемонам. Также, примив подарок и мой рисунок. Всех благ и стремительного роста. Спасибо. Вещи, конечно, действительно раритетные. Фантики, видимо, из жвачек. Такое сейчас вот попробуй найди. Несколько фишек. Блин, очень круто. Спасибо. Привет, Пиксел Дэвил. Пишет тебе Джейн из города Череповец. Надеюсь, что почерк не такой корявый, каким он часто бывает. Да что вы все паритесь про почерк? Ладно уж, пойму как-нибудь. В любом случае, посылаю тебе недостающую карточку. Спасибо огромное. Так долго собирался отправить, что тебя уже, наверное, завалили такими же. Но все равно надеюсь, что она хоть как-то обрадует. Конечно, спасибо. Очень приятно, что вам не лень пойти на почту, написать это письмо. Блин, честное слово. Это очень круто. Взамен ничего не прошу. И напоследок хочу пожелать хорошего настроения, вдохновения и много свободного времени, чтобы заниматься тем, что тебя интересует и тебе нравится. Спасибо. И кубик лебедь здесь нарисован с ручками и улыбочкой. Андрей из города Ставрополь написал, Коля, пришли, пожалуйста, маленького Леонардо, если есть. Точно не помню, как называется. Да, была такая карточка, видел, но не уверен, что есть повторки. Спасибо за те, которые ты прислал. Так что, если вдруг окажется, что есть второй маленький Леонардо у меня, то обязательно тебя пришлю. Клим из города Хабаровск говорит, что дома завалились карточки по БВ-4. И вот я решил отправить тебе ненужные для твоей коллекции. Всего их 9 штук, извиняюсь за состояние карточек, 2 хочу попросить всего 18 карточек. Если каких-то у меня нет, за каждую по 3 обязательно пришлю, как и говорил. Спасибо огромное. Передай привет Вале и пока. И адрес написал. Все, кладу, откладываю, посмотрю после выпуска. Пишет Антон из города Златоуст, говорит, что ему нравятся новости развлечений и Брикворум. Сам он Лего не увлекается, просто приятно меня слушать. Круто! Собирал карточки просто потому, что нравился мультсериал 2003 года. В моей коллекции не хватает всего 37 карт. Отправляю тебе карточку, у которой тебя нет. Спасибо, но здесь их 2. Желаю собрать всю коллекцию. Буду рад, если пришлешь мне карточки под номерами C01, C05 и C06. То есть золотистые. У меня таких полно. Если вот действительно каких-то из этих нет, то обязательно пришлю. Желаю успехов в твоих делах. Спасибо огромное. Следующее письмо от Кирилла из города Киров. Он любит смотреть ПЧ и Брикворум. Присылает кучу карт и пишет карты, которые ему нужны. Желает процветания каналу. Передает Вале привет. И спрашивает, выложу ли я свою коллекцию мини-фигурок. Уже есть такое видео на моем канале. Оно, по-моему, в феврале что-либо было записано. И, наверное, в следующем месяце будет видео про обновление. Потому что я уже многим обещал. Спасибо за карточки огромное. Леонид из города Красноярск пишет мне. Пишу в первый раз. Живу в Красноярске. Я увлекаюсь ретро-играми. Собираю лего и читаю комиксы. Да ты почти как я. Посмотрел видео про карты и решил отправить из тех карточек, которые тебе нужны. Есть 10. Спасибо огромное. Карточки дошли. А теперь пара посылочек напоследок. Сначала вот такой вот желтый карабан. Тут так и написано. Желтый карабан. От Владислава из города Новосибирск. Сначала, когда я открыл посылку, я подумал, что это какая-то шутка. Потому что здесь просто куча салфеток. Я подумал, ну окей. Чувак писал мне кучу салфеток. Потом начал лезть дальше. И вот такие дела, ребята. Две отличных фигурки. Два отличных брелка. Сейчас приближу камеру и покажу. Во-первых, это Мистер Голд. Конечно, не та самая фигурка, которая очень дорогая и редкая. Попадалась в какой-то из серий. А просто брелок. Наверняка продается просто так и повсеместно. Я, честно говоря, не видел. Но, блин, он поражает. Он действительно очень крутой. И я рад, что у меня теперь есть эта фигурка. Хотя бы в таком виде. И вот такой вот робот, который у меня есть в виде мини-фигурки. Но теперь он у меня есть и в виде брелка. И можно повесить его на ключи. И будет не жаль. Спасибо огромное. Этого в коллекцию. Этого на ключи. Ну и письмо тоже есть. Коля, привет тебе с родины Дмитрия Бачила. Понезапно. Новосибирского академгородка. У нас тут 40 научных институтов. От ядерной физики и гидродинамики. До химической биологии. Даже катализа на площади 3 на 3 километра. Воу. Я наткнулся на твой канал довольно давно. Он выпал мне как раз при просмотре роликов Дмитрия. Если помнишь, он делал прекрасные ролики про движки игр и технологии, которые позволяют эти игры делать. Конечно помню. И тогда посмотрел твой ролик про 3D игры для NES и подумал, ого, как человек обстоятельно подходит к работе. Потом я посмотрел все твои геймшелфы и после роликов про канатфолдера окончательно понял, что по многим вопросам я с тобой на одной волне. Мне очень нравится та обстоятельность, с которой ты подходишь к разбору игр и поиску информации. Я посылаю тебе два лего-человечка из лего-магазина из штатов. Вот почему я его не видел. Круто, слушай, спасибо. Хотел отправить тебе посылку оттуда, но немного не успел. Но думаю, еще кто-нибудь отправит. Спорю, у тебя есть поклонники и по ту сторону океана. Не знаю, пока таких сообщений не было. Мимо золотого unknown man я не мог пройти. Подумал, что у тебя точно такого не будет и ты оказался прав. Второй напомнил мне Самоделкина из советских веселых картинок. Кстати, мне тоже он его напоминал. Да, это правда. Я сразу подумал, что вот было бы круто, если бы кто-нибудь запилил канал про обзоры советских комиксов. А потом в ПЧ-19 я увидел, что тебе подарили советского робота. Но вот этот лего-робот еще больше похож на него, чем на Самоделкина. Так что теперь у тебя есть его лего-имплементация. Клевое слово. Имплементация. Я первый раз, по-моему, его вижу, но я сразу понял, что оно значит. Желаю тебе спонсорских контрактов пожирнее. Вот человек, хорошее пожелание написал. Таких, чтобы в какой-то момент ты мог спокойно сесть и загамать в Mother и Mother 2 на две недельки. Ты отлично вообще прям знаешь все мои проблемы по поводу Mother и контрактов. Прикинь, две недели только играть и изучать мир игры. Да. И снять самый офигенный гейпшелф по ним. А еще напомни, пожалуйста... Кстати, еще по Mother 3 надо обязательно. А еще напомни, пожалуйста, каких редких картриджей и игр тебе не хватает. Я помню, тебе нужна была какая-то хитрая контра, но спорю, еще что-то есть. Но мне сейчас нужна контра на Game Boy Advance, но я, наверное, уже вскоре ее куплю, потому что пора снимать геймшелф про это дело. Ой, так тяжело сказать. Хочется как раз-таки Earthbound, вот этот вот на Super Nintendo в большой коробке, но его слишком, блин, дорого стоит. Хочется, например, Megaman X3 на Super Nintendo, потому что он довольно редкий. Не знаю. Тяжело прямо взять и составить такой список, но хотелось бы Yoshi Island на Super Nintendo, опять же. На NES я уже и так практически все собрал, осталось совсем немного. Мне Megaman V не хватает, Чипа и Дейла II. В остальном вроде бы все есть, все, что уже хотелось бы. Не знаю, не знаю, что и сказать. Тяжело вот так вот сесть среди съемок и вспомнить. А за такое крутое письмо и посылку в целом тебе огромное спасибо. Очень меня порадовал. Из города Гонахово пришла мне куча газет великолепных. И вот такое письмо, и еще что-то здесь завернуто. Так, что дальше? Привет, Pixel Devil, пишем мы тебе Максим и Юрик. Привет, ребята. Пишем из далекого, но цивилизации незабытого села Гонахово. Это село, если кто не знает, находится в Алтайском крае. Или Гонахово, или Гонохово, или Гонахово. Не, Гонахово точно не бывает так в русском языке. В общем, очень много он. На какое хочешь ударение ставь. У тебя очень прикольный и интересный канал. Смотрим каждое видео на обоих каналах. Любим Брикворм за дротскую закупку и новости развлечений. В Mortal Kombat X люблю играть за Скорпиона, а Юрик за Девору. Сюжетная линия довольно неплохая, но слишком короткая. А что ты можешь сказать о сюжете? Да, очень короткая. Хотелось бы увидеть там больше персонажей. Но в целом, в целом, в целом она прикольная. Хоть и местами глупая. Я бы так сказал. Юрик отправляет тебе рисунки, а я лего фигурку из детства, на которой я любил издеваться. Надеюсь, она еще жива. Она мне очень дорога, но для тебя не жалко. Желаем тебе подписчиков. Тут столько семерок, что, ну опять же, не столько жителей на планете Земля. Придется подключать инопланетян. Успехов, удачи и передай привет Вале от нас. Начинаю смотреть, что вы прислали. А что есть? Вот такой вот рисунок от 14-летнего Максима. Неплохой. Мелина. Мелина это мой любимый персонаж. Так, дальше. Ух ты. Ух ты. Сейчас, секунду, ребята. Вот такой Скорпион. Мне понравился. Следующий рисунок. И следующий рисунок тоже Мелина. Я в своем детстве тоже рисовал персонажей Mortal Kombat, но это был, конечно, ультимейт Mortal Kombat 3. Но прям вот ностальгия по таким рисуночкам у меня. О да, кажется, это вообще лучшее, что мне присылали из конструкторов. Как тут человечек у него вместо руки, коса, вторая рука сожжена. В общем, бедный парень. Столько всего выпало на его долю. Ах, одно утешение, что это на самом деле не лего, а какой-то клон. В общем, выглядит жутко, очень жутко, чуваки. Что ж, а на сегодня у меня все. Такой вот выпуск получился. Куча писем, куча разного интересного подописали. Не так уж и много, на самом деле, как я думал, было писем про боевую четверку. Люди просто писали свои мысли, задавали вопросы и общались со мной. Это было очень приятно и здорово. А мы с вами увидимся совсем скоро. Смотрите другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь и все такое. В общем, пока. Ребята, я с этим почтовым четвергом что-то совсем перестал снимать распаковки всего, что я сам себе заказываю. Просто времени стало мало, ПЧ, все больше и больше, то по 20, то по 30 минут. Но сегодня я все-таки хочу сделать анбоксинг вот этой посылки, которую я...